Радио 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 поэтому здесь и гуманитарные науки, конечно же, присутствуют в полном объеме. В обывательском сознании нанотехнологии, IT-сфера – это больше такая теоретическая зона. Вот насколько разработки, которые ведутся в УЗИ, применяются на практике, имеют практическую? Ну да, конечно же, и фундаментальные исследования, и прикладные исследования. Например, ранее названные НОЦ новых материалов перспективных технологий, они разрабатывают технологии для производственного объединения стрела. То есть та задача, которая стоит в решении задачи создания сверхтвердого сплава для режущего инструмента, конкретная задача, она решается специалистами этого НОЦа. То есть новый режущий инструмент – это значит, раньше такого сплава не придумано? На территории Российской Федерации они сплавы присутствуют, но речь идет о создании более прочного для режущего инструмента. Соответственно, чем прочнее будет режущий инструмент, тем, соответственно, он дольше проработает на станке, и меньше будет залома инструмента и порчи заготовок. Также можно привести пример. В КБ машиностроения Оренбургского госуниверситета был разработан прототип мобильного станка. Такого установки в России еще нет. Этот станок используется для крупногабаритных деталей, которые невозможно перемещать с производства в цех. А, соответственно, станок разрабатывался с той целью, чтобы устанавливать непосредственно на деталь, например, на запорные арматуры и обрабатывать внутренние отверстия. Я, кстати, не зря начал разговор про радио. Если вы создаете что-то действительно новое, вы это патентуете? Сколько у вуза патентов? На сегодняшний день университет ежегодно получает около 30 патентов на изобретение полезной модели. И в последнее время, так как развивается век информатизации, цифровизации, мы увеличили количество разработок в области программных комплексов для ЭВМ. Тоже у нас по достаточно широкому профилю патентуются изобретения от медицинских каких-то способов, устройств и так далее. Также и для машиностроения, и для других отраслей производства Российской Федерации. Также вы говорите, вот новое-новое, то есть момент патентования любого изобретения, когда заявка готовится в управление научных исследований и отправляется в Федеральный институт промышленного собственности, она проверяется в первую очередь это на степень новизны. Есть ли в Российской Федерации, либо в других странах такое изобретение, которое доказывает о том, что действительно этого нет. И после этого, когда доказательная база собрана, что этого нет, мы получаем патент государственного образца, то есть Российской Федерации. Также вот что касается распространения, то есть широкого профиля применения изобретений, яркими такими представителями являются изобретения в области машиностроения. Это способ получения различных сталей, это устройство в виде станков, как Петр Алексеевич подметил. Также последняя разработка наших дизайнеров в области медицины, не связанная дизайнер медицины, то есть это разработана игра для лечения людей последствий после инсультных последствий, то есть которые восстанавливаются. Сейчас происходит процесс патентования и уже налаживаются контакты с медицинскими учреждениями Оренбургской области для внедрения данных специй. То есть эффект доказан уже, что он есть положительный? Эффект доказан как нашими учеными, так и медицинскими работниками Оренбургской области. То есть такой создан небольшой кампус медицины, дизайнеров, студентов-дизайнеров, которые в сэмбиозе создали такой инновационный продукт. Когда в обывательском сознании речь идет о патенте, если человек что-то изобрел, придумал, запатентовал, он с этого должен зарабатывать. Вот вуз может зарабатывать со своих патентов? Это проблема зарабатывания денег на интеллектуальной собственности, очень глобальная для всех вузов Российской Федерации. У нас пока существует прогал между изобретателями, учеными, непосредственными производственниками. Сейчас у нас немножко происходит перетрансформация в области коммерциализации, и мы пытаемся сейчас разрабатывать изобретения по заказу определенных предприятий, чтобы потом можно было их внедрить. До недавнего времени изобретения использовались разработки для получения степени, ценства, защиты диссертаций, и немножко отдалялись предприятия. Теперь в век, когда мы должны получать свои продукты российского производства, мы ориентируемся на запросы предприятий, как Оренбургской области, так и по России в целом. Даже вот самый банальный случай, анидактичный, то, что бумага, когда исчезла белая, то есть оказалось, что в Российской Федерации нет отбеливающих веществ для бумаги. Поэтому ученые сразу начали разрабатывать, то есть как наши ученые, так и другие ученые, и стали появляться новые отбеливающиества для производства белой бумаги. То есть мы занимаемся изобретениями для того, чтобы... А производители бумаги сразу пришли и сказали, дайте нам эту разработку. Ну, не в Оренбургской, конечно, у нас университет, да, то есть другие университеты, но потребность такая есть. Ну, это как один из примеров таких, да, может быть. То есть, по сути, крупная компания, вот как если мы говорили про сплав для резки станков, приходит и говорит, мы хотим резать условный титан. Нам нужен нож, который будет это делать. Вы его разрабатываете, и уже тогда компания его внедряет. Технологии изготовления этого сплава. Разрабатываем и передаем. Ну, вот что интересного, да, в нашем университете проводится. У нас есть научно-технический совет, куда были приглашены и введены сотрудники крупных предприятий Оренбургской области, которые могут послушать, что делается в университете, и сказать, что им нужно. Также приглашают, у нас увеличилось количество круглых столов, совместных семинаров с руководителями предприятий Оренбургской области, чтобы создался такой контент между тем, кто придумывает, и тем, кому это надо, чтобы сблизить интересы и возможности производственника и изобретателя. Комендарную сторону вопроса это улучшает? Наличие такой тесной связи? И наоборот. Мы вошли в научно-производственные советы предприятий. Вы можете даже советовать, что для резки этого металла лучше смогут... Задача эта и возникла, когда наши исследователи и ученые пришли на предприятие и стали участвовать в научно-производственном совете самого предприятия, узнавать их проблемы и задачи, и тогда конструктора, исследователи, соответственно, включались в решение этого вопроса и предлагали технологии по решению этих задач. Мне кажется, что в наше время уже что-то придумать новое практически, ну, невозможно. Колесо уже изобрели, железо добывать научились. Вот кто те люди, которые совершают эти открытия? Новые сплавы, новые технологии. Это молодые ученые, это какая-то старая гвардия, которая до сих пор пытается сделать какое-то открытие. Давайте я начну. Студенческие конструкторские бюро, то есть университет поставил задачу, чтобы студентов уже сразу, начиная с первых курсов, вовлечь в исследовательскую и конструкторскую работу. Соответственно, с этой целью было создано более 15 студенческих конструкторских бюро в университете, которые уже реально получают задачи от предприятий региона и, соответственно, пытаются их решить. Где-то успешно, где-то нет. Но при этом Оренбургские госуниверситеты наиболее успешные проекты софинансируют в цели того, чтобы все-таки довести задачу и получить конечный продукт. Такими яркими примерами можно отнести это СКБ, вот Мобилстан, студенческое конструкторское бюро Мобилстана, а потом Энергия. СКБ Энергия, где студенты занимались проектированием освещения цехов предприятий с целью экономии на освещении. Далее яркий пример СКБ. Навигатор. Это, соответственно, институты наук о земле, студенты, выезжали на отвалы, то есть отвалы, которые уже не используются. Они изучали состав, структуру, соответственно, повторное или вторичное использование найденных там элементов железа и так далее. То есть научное открытие – это не обязательно какое-то революционное изменение мира. Это может быть и небольшой камушек, который просто сделает жизнь более комфортной, более доступной. Правильно я понимаю? Да, смотрите, тут хочу немножко ясно снести. То есть открытие и изобретение – это совершенно разные явления. Открытие – это явление природы, законы и так далее. А изобретение – это более практическое наложение на облегчение жизни человека. Поэтому изобретение – это бездонное дно. То есть можно взять без конца, модифицировать стол, изогнуть ручки, покрасить, сделать его эргономичным. То есть у нас полно вещей, которые окружают нас. И изобретатели помогают облегчить жизнь человека. То есть по использованию этого устройства, например, или вещества, или способа, для того, чтобы увеличить какой-то, в кавычках, доход. Там социальный, экономический, трудовой и так далее. То есть увеличить КПД этого. То есть это безгранично. Изобретательской активностью обладают те люди, которые изначально являются творческими. Надо для того, чтобы быть изобретателем, частично отказаться от посередневных жизней. Погрузиться в это. Увеличенность должна быть капитальная. Капитальная увлеченность. И для этого в университете тоже создано огромное количество у нас условий, где ученые не только могут в лаборатории сидеть, но если не формальные, аудитории, где они могут обсудить какие-то проблемы, выявить какие-то недочеты и планировать что-то дальше делать. Сами молодые ученые, конечно, тяжело им это сделать. Поэтому есть наставники, модераторы этого процесса. Управление научных исследований как раз и создано. Это многовековое подразделение в нашем университете, которое помогает как раз-таки получить грант, оформить патенты, вести всю бухгалтерскую документацию. То есть облегчать жизнь ученому для того, чтобы они тратили свои силы только на изобретение разработки. Чтобы они своими изобретениями облегчали жизнь нашу. Да, а мы уже тогда помогаем им, как это все продвинуться, как это все оформить и так далее. Вы, кстати, не зря привели пример про бумагу. То есть, по сути, молодые ученые своими изобретениями повышают технологический суверенитет как региона, так и страны. Правильно ли я это понимаю? Да, абсолютно верно. Это одна из тех приоритетных задач, которые решаются в Российской Федерации. И вопрос, например, решаемый конструкторским бюро мышленостроения, реинжиниринг деталей, тех деталей, которые не выпускались в Российской Федерации, но они необходимы. Соответственно, реинжиниринг – это создание конкурсной документации на ту или иную деталь. Например, сейчас вот в этом году совместно с КБ машиностроения и КБ электропривод создаётся, в Оренбургском госуниверситете создаётся конструкторская документация на создание электродвигателей для квадрокоптеров. Задача актуальная, нужная. Поэтому это один, пусть он небольшой, но шаг в достижении технологического суверенитета. И вот таких вот примеров можно множество приводить. Когда есть зачатки, есть задачи, и, соответственно, объединяясь несколько КБ, объединяются и их решают. Знаете, мне за последние годы стало известно несколько необычных историй. Например, что у нас не было так широко распространено отбеливание бумаги, проблема каких-то электросхем. А что тормозит, какие процессы тормозят технологический суверенитет, развитие технологического суверенитета? Ну, скорее всего, как всегда, лень человека. Когда мы получаем что-то готовое, мы перестаем об этом думать, разрабатывать и так далее. Потому что это можно купить у другого государства. Когда сейчас мы поставлены в такие жесткие условия, что мы должны сами себя обеспечивать, сами себя разрабатывать, мы начинаем совершенно по-другому себя вести. То есть включается роль, повышается роль того же изобретателя. Он понимает, что он сейчас становится востребованным. Поэтому появилась проблема. Никто ее решить, кроме как в Российской Федерации, не может. То есть мы не можем выходить за границы Российской Федерации. Поэтому мы начинаем работать над той проблемой, которая есть. Вот тоже опять, кроме бумаги, ярким примером, с лекарственными препаратами проблема возникла. Наши ученые подключились, тут же стали разрабатывать средства наподобие антибиотиков с использованием экстрактов лекарственных растений Оренбургской области. То есть под ногами, грубо говоря, мы используем то сырье, которое доступно в рамках даже нашего региона. То есть медицина, машиностроение, строительные смеси и так далее. То есть раньше, по сути, просто не доходили руки, потому что было и удобно, и комфортно сделать это в другом месте. Ну да. Получается, что в нынешних реалиях как раз-таки возрастает ответственность и роль вуза, который будет готовить этих молодых ученых, изобретателей. Да, на настоящее время роль возникает. И для того, чтобы повысить сознательность у будущих специалистов, мы увеличиваем сейчас количество выпускных эксклюзионных работ, выполненных в виде заказов конкретных предприятий, либо в виде исследовательских работ, поисковых работ. Когда надо не просто разработать какое-то предприятие, цех, создать какую-то технологическую схему, а студент, будущий специалист, он должен сначала провести глубокую поисковую работу для того, чтобы выявить проблему, недостающуюся элемент и так далее. Потом в условиях лабораторий у университета создать этот продукт. Существует... Если раньше не придавали бы огромного значения охраны интеллектуальной собственности, то есть был какой-то период, когда было понижение, то сейчас у нас, наоборот, идет повышение интереса к авторскому праву и патентному праву. То есть когда студент написал ВКР, наступает авторское право. То есть за ним закрепляется вся его разработка и за руководителем. Если что-то он изобрел, устройство, способ, то он может оформить это уже в виде патентного права на государственном уровне, кроме него, то есть или университета. Так он является элементом университета, пока он учится. И все права принадлежат университету, оформляется на университет, но он не является автором. И в случае коммерциализации, покупки этого разработка, он будет получать пожизненно, можно сказать, авторское вознаграждение. То есть патент-обладатель должен ему оплачивать вознаграждение за то, что получает он прибыль. Это стимулирует студентов, я думаю, заниматься изобретательской деятельностью. Конкретный доход можно получать даже от какого-нибудь самого банального изобретения. А у нас есть какой-нибудь конкретный пример, чтобы студент, будучи еще студентом, получал доход? Речь сейчас не идет о сверхгигантских миллионах и миллиардах, а даже хотя бы чисто символически, но как сам факт. Пока с этим вопросом, конечно, сложно ответить. Сейчас университет проводит политику стимулирования, то есть за свидетельство, за патенты, за опубликование статей в журналах ВАГ или конференциях, соответственно, получают стимулирующие вознаграждения от университета. То есть как-то поддержать студенческую науку. Я еще хотел дополнить Артему Владимировичу. И университет сейчас становится центром трансфера технологий. Когда технологии не только рождаются в университете, но и также, возможно, технологии за пределами университета рождаются, но возможность передачи этих технологий другим предприятиям и организациям тоже одна из важных задач. Сейчас в полном объеме университет решает задачу создания правовых, охранных документов на патенты. Ну и начинаем осваивать шаги или этапы по трансферу этих технологий, коммерциализации этих продуктов. Это важный шаг, который позволит достичь технологического суверенитета в Российской Федерации. Перспектива, то есть, хорошая. Вы смотрите вперед с оптимизмом. Да, конечно. Конечно, да. И университет нас в этом поддерживает, как в финансовом плане, опять же, как то, что стимулирующие выплаты авторских вознаграждений получают как студент, так и взрослый ученый, так назовем его. Так что сдаются все условия для создания этих изобретений. Я бы еще хотел в плане поддержки студентов. Студенты активно участвуют в качестве своих исполнителей по хоздоговорным работам, по заказу предприятий. Поэтому там заработная плата, им, соответственно, идет вознаграждение за то, что они участвовали совместно с преподавателями, следователями или конструкторами в решении какой-то задачи. Это у нас в университете приветствуется в том, чтобы во всех хоздоговорных работах участвовали студенты, желательно бы не менее половины всего коллектива. Это решаются две задачи – привлечение студентов в науку и, соответственно, дополнительный заработок для самих студентов. Спасибо, что пришли, ответили на наш вопрос, было очень интересно. Ну а зрителей, я призываю заниматься наукой, ведь вечный двигатель еще не изобрели, возможно, кто-то из вас станет этим автором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова